Вакцинация подростков Не так активно, наверное, как это будет далее происходить, но какой будет действовать порядок? Да, действительно, вакцинация началась. Мы получили первый транш вакцины, чему мы очень рады. И мы надеемся, что так же, как и для взрослых, вакцина придет в полном объеме. И за полгода мы сможем вакцинировать практически всех наших подростков от 12 до 17 лет. На самом деле мы уже говорили о вакцинации. И вакцинация в Российской Федерации проводится векторной вакциной, у которой не доза меньше, а антигенная нагрузка в 5 раз меньше в сравнении со спутником ВИ. Спутник М. Два тура вакцинации. Первый тур сегодня. И так же, как и у взрослых, второй тур вакцинации. Вакцинация подростков проводится после осмотра фельдшером или врачом-педиатром, раз это дети. При обязательном добровольном согласии самого ребенка старше 15 лет, от 12 до 15, это обязательно законный представитель, один из законных представителей. И дополнительно для вакцинации детей 12-17 лет необходимо заявление одного из родителей. Свободно написано. Можно написать, ну прям вот на обратной стороне. Я, Иванов Иван, согласен на вакцинацию. Согласен на вакцинацию, дополнительно собственной рукой. Мы сильно надеемся на то, что благодаря вакцинации подростков мы действительно сможем остановить эпидемию. А если появится вакцина для более младших детей, мы вообще на всем земном шаре сможем остановить эпидемию коронавирусной инфекции. Оптимистично. Это неоптимистично. Это на самом деле эпид-процесс. Любая инфекция распространяется на земном шаре только тогда, когда есть источники инфицирования, есть то, то есть еда для этой инфекции, назовем. При одновременном заболевании всего населения земного шара у нас наступит коллективный иммунитет, но это невозможно. Либо при одновременной вакцинации всего земного шара, не менее 70-80%, если будет вакцинировано абсолютно всех, то мы действительно победим эту инфекцию. Сокония Борисовна делала 100%. Неделю назад на эфире говорит, вот 100%, тогда все будет нормально. Нам надо 100%, не 70%, не 80%. Все население должно быть. Да, идеальный вариант, конечно. Можно сейчас уже, наверное, поделиться опытом Соединенных Штатов Америки. Они с доминированием омикрона зашли еще в начале декабря. И мы общаемся с нашими коллегами, которые по своим жизненным каким-то причинам работают сейчас в Соединенных Штатах. Так вот, когда пришел омикрон, в Штатах уже было привито все взрослое население, они уже получили третью бустерную дозу, то есть ревакцинацию, о чем мы сейчас говорим, что нужно, необходимо ревакцинироваться. И к моменту, когда зашел омикрон, у них уже были привиты дети в возрасте с 12 лет, получили два компонента вакцины, и пятилетние дети успели получить по одному компоненту вакцины, то есть с 5 до 12 лет. Остались непривитыми только дети в возрасте до 5 лет. И вот по их наблюдениям, вот это колоссальное количество заболевших детей, оно как раз приходилось на долю непривитых детей или тех детей, которые получили неполный курс вакцинации. И наши коллеги со стопроцентной уверенностью уже с доказательной своей базой говорят о том, что да, вакцина работает на сегодняшний день. Вот чтобы пройти этот процесс очень быстро, а штаты ушли за месяц на снижение заболеваемости омикроном, конечно же, самое главное условие – это массовая, тотальная вакцинация и ревакцинация своевременная. И вот в дополнение к Татьяне Сергеевне я хочу сказать, вот 4-6 месяцев, когда нужно определить этот период и когда нужно принять решение, что нужно ревакцинироваться. Вот нам подсказывает сейчас редактор, что нам дозвонились в прямой эфир, номер телефона 682-147. Алло, здравствуйте, давайте знакомиться. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Меня Татя Ольга. Очень приятно. У вас есть вопрос к нашим гостям в студии? Да. Слушаем внимательно. А вот сейчас в открытом доступе информация об эффективности вакцины «Спутник». «Спутник» «Спутник» – «Спутник». Ничего не говорят об эффективности других вакцин. В частности, меня интересует эффективность вакцины «Повивак». То есть, если понятно, что «Спутник» достаточно эффективный, то населению, я в частности, прививалась к «Повивакам». То есть, это бесполезно получается, потому что нигде информации об эффективности «Повивакам» нет. Спасибо. Спасибо. Вопрос понят. Кто сможет ответить на этот вопрос? Про эффективность остальных вакцин, если какие-то... Ну, я понимаю, что если это штамм, разновидность коронавируса, которая менее агрессивна, чем те, как дельта предыдущие, да, то если те действовали, почему эти не могут действовать? Нет. Дело в том, что «Спутникам» привилась большая когорта населения, поэтому у нас есть уже примеры и есть анализ ситуации по эффективности вакцинации «Спутникам». К большому сожалению, «Повивак» – это ограниченное количество вакцины поступало в население, в популяцию. И на сегодняшний день показать, насколько эффективна эта вакцина, чтобы их равнозначно сравнить, вот на сегодняшний день такой возможности нет. Поэтому, когда мы говорим, какие подходы по ревакцинации, если вы хотите закрепить свой поствакцинальный иммунитет, то можно поменять вакцину в период ревакцинации. Допустим, прививались к «Овивакам», вы можете выйти на «Спутник» или поменять наоборот. Таким образом вы усилите свой поствакцинальный эффект. Ну, скажу так, наверное, от себя. Это хороший бренд российский стал «Спутник Ви». Сейчас ВОЗ как раз пытается приехать посмотреть всю документацию, как работает. В течение месяца сказали, что это будет. Остальные вакцины не менее эффективны. И исследования, я не знаю, сейчас проходят именно, сравнивая там «Файзер» и «Спутник Ви». Иностранцы в том числе делают, потому что это наш бренд. Вот как ни крути, но вот сейчас про него говорят много всего. Вот вопрос поступил из интернета опять. Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник М» на детях. На подростках, я замечу, на всякий случай, для зрителей. Получается, вакцина не исследована, а вакцинация уже началась. Не знаю, Оксана Петровна, наверное, вам вопрос объяснить, что за клинические испытания. Я просто вспоминаю, когда «Спутник Ви»… Спутник Ви, когда вводили, там же тоже был как раз… Вакцина «Спутник М» в том числе, она прошла клинические испытания, в том числе были дети, добровольцы, согласие родителей, они проходили как раз это исследование на себе. И только после этого, когда была доказана эффективность вакцины, было принято решение, что мы эту вакцину запускаем в популяцию. Ну, просто внимательнее к новостям. Конечно. Я тоже видел все эти новости, безусловно, про проверку. Спутник М – это практически половина дозы взрослой вакцины. То есть, в принципе, мы с вами видим, что, как отвечает взрослое население на вакцинацию, так же будут отвечать дети. Вопрос от Елены Жариковой. «Я не вакцинировалась, кормящая мама. Как сопоставить риски с пользой вакцинации? Можно ли прививаться в период грудного вскармливания?» Ну, собственно, Роман Николаевич, вы уже ответили нам на этот вопрос, что не только можно, но, судя по всему, и нужно. Еще пару аргументов для Елены, я думаю. Ну, самое главное – мама, кормящая, обеспечить не себя иммунитетом поствакцинальным, а еще и ребенка. Помимо этого, надо еще сагитировать, видимо, мужа на вакцинацию, потому что особая доля заносов в семью, это, когда мамы сидят в декрете, это мужья. Потому что мамы сидят дома, занимаются домашней работой, уходом за ребенком, а мужья у нас основной источник инфекции. Ну, у мам меньше контактов получается, а вот мужья тут... Елена, прививайте своего мужа, и тогда у вас все будет замечательно, муж не притащит никакую заразу с работой, а вы будете спокойно кормить и раздавать своему ребенку антитела. Да. Так, давайте следующие вопросы, которые у нас есть. Полина Прокопьева, можно ли вводить вторую дозу вакцины после 21 дня, если врач переносит срок вакцинации? Насколько можно перенести проведение второго этапа вакцинации? Наверное, Мигран Дардович, к вам. Вы с ними со всеми общаетесь, и если там было такое, что нет вакцин, говорят, ну, ничего страшного. Нет, таких случаев не было, что нет именно второй дозы вакцины, всегда вакцина и первая, вторая доза присутствует. Бывают такие ситуации, что после первого тура вакцинации с путником ВИИ или какими-то другими нашими вакцинами бывают временные методводы, то есть человек заболел за этот период, ОРЗ или какие-то другие заболевания. В принципе, здесь предусмотрен второй этап вакцинации до 90 дней, здесь никаких проблем нету, и все это были периодически такие случаи, что мы потом где-то переболел пациент, и мы его уже вакцинировали более чем за 21 день. До 90 дней можно поставить второй этап вакцинации. Еще один вопрос из нашего паблика касается вакцинации. Его нам задала Катрин1963 в Инстаграме. Добрый день, вакцинировалась 7 августа 2021-го, болела коронавирусом в ноябре. 10 ноября 2021-го выздоровление. Когда лучше ревакцинироваться? Оксана Петровна, да. 6 месяцев проходит ход выздоровления. То есть мы считаем с даты выздоровления ноябрь, и выходим в мае. Но учитывая специфику работы, может быть, или образ жизни переболевшей жительницы Тюменской области, если она бывает в тех местах, где большое количество скопления населения, людей, или у нее работа связана с контактом с большой массой людей, то, конечно же, можно рассматривать вопрос о более ранней вакцинации, как уже Минздрав, о чем мы говорим, 4-5 месяц. То есть все зависит от того, от тех рисков, которые могут реализоваться гораздо раньше. Катрин, если работаете в большом магазине, или любите ходить в ночные клубы, чаще вакцинируйтесь, и делаете это безопасно. Вопрос еще от подписчика. Наверное, все-таки Татьяна Сергеевна Ивановна. Почему? Вот моя любимая тема. Почему сертификат QR-код действителен год, а ревакцинацию надо пройти через пол? Не то, чтобы надо, но все рекомендуют. И тут, наверное, надо уже объяснять людям, что они про здоровье, а не про магазинчики, да? Да, это такой очень злободневный вопрос. Такой прям вопрос всегда на засыпку. Кто задает, глаза горят, почему вот такой QR-код на год, а ревакцинацию рекомендуют через полгода. Когда начиналась вакцинация от коронавирусной инфекции, мы жили с одним штаммом. И рассчитывали, что именно этой вакцинации мы придем к тому ситуации по заболеваемости, к стабильной, и разделена вакцинация на два периода. Если смотреть все рекомендации, то это экстренная вакцинация, когда нужно каждые полгода вакцинироваться, когда идет подъем заболеваемости, и нет стабилизации или снижения заболеваемости коронавирусной инфекции. А когда уже есть спад, тогда идет повторная вакцинация, и она раз в год. Поэтому вот из этих соображений, находясь еще на подъеме, но стремясь к получению коллективного иммунитета, в нашей стране все-таки QR-коды были определены как сроком годности на год. Мало того, после первой вакцины можно заболеть, и сдвинется опять же также эти 6-месячный этот период, когда есть антитела гарантированные. Тем более переболевшие, как по исследованиям ученых, все-таки немножко дольше держат антитела. И это 6 месяцев. Ну, такие очень несколько сценариев развития событий, поэтому цифровое изображение QR-кода, оно никак вообще не связано именно с коллективным иммунитетом и защитой самого гражданина. Поэтому магазины, доступ – это одно, а защитить себя – это все-таки другое. И мы всех призываем не затягивать среди вакцинации, защитить себя. Тем более штаммы меняются, но защита при этом, она сохраняется. А иммунитет у нас у всех все-таки разный. Да, запомните, что вы делаете себе вакцину, ставите вакцину не для того, чтобы сходить в магазин, а чтобы безопасить своих родных и близких, в первую очередь. Говорят, что есть звонок. Я прав? Есть у нас звонок? Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Мария. Очень приятно. Нам тоже очень приятно, Мария. Какой у вас вопрос к нашим гостям? У меня вопрос, когда будут выдавать сертификаты о перенесенной болезни по антителам. Спасибо большое. А это вот у нас правительство обещало, что они разработают определенную программу, ты сдаешь тест на антитела, и тебе выдают вот этот QR-код наш, всеми любимый. Сложный вопрос. Мы можем ответить за федеральный центр или нет? На сегодняшний день информация проходила, есть изучение, но никаких утвержденных рекомендаций, доказательных данных, какой титр антитела защищает от заболевания коронавирусной инфекцией нет. Поэтому таких решений не принято. И мы даже решение ревакцинации, повторной вакцинации принимаем без исследования уровня антител. Да, в общем, если вы бессимптомно переболели, ну, терпите, ставьте себе прививку. Сейчас сделаем небольшую паузу, напоминаем, что вы также можете задать свои вопросы о коронавирусе и вакцинации нашим гостям в паблике теменского времени под окном трансляции или позвонить по телефону прямого эфира 682-147. Ну и вот о чем поговорим в заключительной части программы. Штамм в паспорте. Получит ли переболевший коронавирусом бессимптомно заветный QR-код? Какие анализы нужно сдать, чтобы доказать наличие антител? А в ОС и ныне там специалисты предрекают окончание пандемии после волны омикрона. Насколько оптимистичны данные прогнозы и когда ждать возвращения нормальной жизни? КОНЕЦ